Уважаемые гости, приветствую вас на борту машины времени. У всех сейчас уникальная возможность присутствовать при событии, которые происходят раз в 50 лет. 15 декабря центральный вход радиотехнического университета был перекрыт. В холле собрались десятки студентов, и все они стояли, затаив дыхание. В этот день каждый из них, по сути, отправлял частичку настоящего в неизведанное будущее. Конвертом для сообщения стал металлический контейнер. Называется он капсула времени. Именно в эту капсулу времени положат письма всех студентов радиотехнического университета. Ее замуруют в этой самой стене. Вскроют ее только в мае 2067 года. До сих пор каждый входящий в эти сцены студент будет видеть частичку послания, вложенного в будущее. На мероприятии присутствовали именитые гости. Это Нина Белышева. Она 50 лет назад, в 1967 году, участвовала в создании первой капсулы времени. И теперь женщина стоит лицом к лицу с теми, кому было адресовано ее письмо. В своем обращении к сегодняшним учащимся Нина Белышева рассказала о традициях радиотехнического университета и о том, как была организована студенческая жизнь. Другие гости поучаствовали в создании современного письма в будущее. Например, председатель Совета ветеранов вложил капсулу диск с именами рязанцев, участников Великой Отечественной войны. Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина отметила, что совсем не удивлена тому, что такое мероприятие проходит именно в стенах радиотехнического университета. Мне хотелось бы сказать, что Рязанский радиотехнический университет всегда в нашей области воспринимался и воспринимается как символ будущего. Потому что именно здесь решаются современные технические задачи. Технические задачи, которые направлены на развитие региона, на развитие человеческого потенциала, потенциала научного. И это все определяет будущее страны. Очень важно, чтобы наши потомки поняли то, что мы им хотели сказать. Подготовка письма для потомков заняла много времени. К этому мог приложить руку любой желающий. В социальных сетях студенты и выпускники Радиотехнического университета оставляли свои пожелания и предложения по наполнению капсулу времени. Самые лучшие собрали воедино и получили три листа текста. Дело осталось за малым – редактура письма. Как признались активисты, было тяжело, но интересно. Конечным результатом они остались довольны. А чтобы узнать текст письма, активисты Радиотехнического университета посоветовали всем присутствующим заниматься спортом и вести активный образ жизни. Тогда они точно смогут прийти сюда через 50 лет. Предсказать, что будет, не то, что через 50, через 10 лет, видимо, невозможно. Но мы все оптимисты, мы все надеемся на лучшее. Поэтому я всех присутствующих приглашаю через 50 лет на вскрытие этой капсулы. Сам не обещаю, не знаю, как получится. Я думаю, что нам будут рады. Наступил самый волнующий момент. В капсулу времени сложили все необходимое. Письма пока что не существующим будущим студентам в рукописном и электронном виде. Фотографии университета и города, современную газету «Радист» и еще несколько дисков с информацией о настоящем. На металлическом коробе крепко-накрепко закрепили гайки, покрыли его монтажным клеем и цементным раствором. Сейчас активисты поздравляют друг друга, пока остальные студенты вовсю фотографируются около таблички. Они проделали большую работу. Теперь капсула времени, оставаясь замурованной в стене, пройдет огромный 50-летний путь и попадет в руки будущим поколениям. А как на это письмо отреагируют они, мы вам расскажем уже очень скоро. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».